ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 30 апреля исполнилось 9 лет со дня подписания президентами Российской Федерации Республики Абхазия соглашения о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия. В тот же день было образовано пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия. С тех пор российские пограничники приступили к охране рубежей Республики Абхазия на государственной границе с Грузией. Таким образом, 30 апреля 2009 года считается днем образования пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. В кратчайшие сроки между пограничным управлением и органами безопасности Республики Абхазия была выстроена совместная система по охране государственной границы и обеспечению безопасности Республики Абхазия. Со временем нахождения российских пограничников на территории Абхазии совместно с СГБ, МВД и ГМС МЧС Республики Абхазия были достигнуты немалые успехи по пересечению противоправной деятельности через границу, пересечению каналов контрабанды, противодействию деятельности вооруженных бандгрупп, изъятию из незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых веществ на приграничной территории. В адрес пограничников, выполняющих свой профессиональный долг по обеспечению безопасности в Республике Абхазия и их семьям, хочется пожелать мира, добра и благоденствия. 30 апреля глава Галского района провел еженедельное совещание с участием начальников отделов, руководителей организаций и учреждений различных форм общественных объединений. В начале совещания Тимур Нодарай поблагодарил начальника управления городского хозяйства Астамура Асланзе из Флавика Гвискири за проделанную работу по благоустройству города. Глава района объявил о том, что в ближайшую пятницу следует провести общегородской субботник. Тимур Нодарай распорядился, чтобы все организации и учреждения в районе разбились на группы и привели в порядок не только близлежащие территории, но и весь город, предварительно разделив его на участки. Тимур Нодарай потребовал, чтобы соответствующие структуры провели все необходимые мероприятия по подготовке к празднованию Дня Победы 9 мая. В ходе совещания был поднят вопрос аренных платежей и земельных налогов. О расходной и доходной части районного бюджета проинформировала заместитель главы администрации по экономическим вопросам Нина Гунчадзе. Глава района отметил, что если вовремя выдадут дотационную часть бюджета, то задержек по выплате заработных плат быть не должно. Если нам дотацию, которую мы запросили, всю дадут, тогда мы можем городскому хозяйству дать. У нас участвовало впервые, не хватает денег, чтобы мы свою часть заработной платы за три года, это второй раз у нас такое. Нам не хватает реально наших средств, потому что вот эта подушка, что у нас была, хотя у него перевыполнение идет, я тоже не могу, но у нас расходов очень много. Там на 200 тысяч мы окна в спортшколе поставили. 135 тысяч в больнице, на палату сделали. На совещании были рассмотрены и другие вопросы жизнедеятельности района, требующие коллективного обсуждения и принятия согласованных действий в их решениях. 2 мая в среду глава района Тимур Нодарая провел плановое совещание с главами администрации сел, которые в начале совещания отчитались о налоговых получениях. На совещании обсудили ход подготовки к празднованию 9 мая. Тимур Нодарая сообщил, что 4 мая состоится районная акция, приуроченная к преддверию празднования 9 мая «Чистый город». Глава района поручил главам администрации сел дать директорам школ распоряжение провести уборку в селах и привести в порядок памятники. А во вторник, 8 мая провести с привлечением школ мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы Великой Отечественной войны, добавив, что 9 мая в Гал пройдет бессмертный полк и мероприятия, посвященные празднику Победы. В совершении совещания начальник паспортного отдела Тимур Минай совместно с главами администрации сел составил график сдачи справок на получение документа «Видно жительство». После чего глава администрации отметил, что последний раз составляется график для жителей, который имеет форму номер 9 и советский паспорт. Со следующего совещания будут составляться график на получение документа «Видно жительство» для жителей, имеющих абхазский паспорт и гражданства Грузии, которые не проживали здесь с 1994 по 1999 год. 3 мая в администрации города Гал состоялась встреча главы района Тимура Нодарая с директором государственного учреждения Министерства экономики Государственного инвестиционного агентства Инаром Гитсбой с заместителем Симона Магарба. По словам Инара Гитсбой составлен график поездок во всем районам Абхазии с целью общения с предпринимателями, ориентированными на производство продукции. После встречи гости из Сухума посетили птицеводческое предприятие по разведению домашней птицы. В государственном учреждении Министерства экономики Государственного инвестиционного агентства мы составили такой календарь поездок по нашим районам с целью общения с предпринимателями, ориентированными на производство продукции. Галский район – это первый район, который мы посетили. Сегодня прошла очень плодотворная встреча с предпринимателями, производящими дуэльную продукцию. Прежде всего, нам интересно выяснить, как развивается их предприятие, какие сложности, возможно, они испытывают при укреплении и развитии своего бизнеса. Вместе с тем мы рассчитываем, что по результатам таких визитов в регион сможем систематизировать полученную информацию в этой отрасли. Общегородской субботник, организованный руководством района, прошел в конце недели. В наведении порядка и чистоты в районе приняли участие все организации города и учащиеся школы. 4 мая по распоряжению руководства района был проведен общегородской субботник, который давно стал традицией. Каждый год в преддверии празднования Дня Великой Победы люди выходят на уборку территории. Ведь чистота – это дело общественное. Важно не только наводить порядок в городе, а еще и следить за ним в течение всего года и не сорить, где попало. Ведь не зря говорят – чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Сегодня у нас в Гале проходит субботник, который показывает понимание того, что люди вне зависимости, в какой бы они организации ни работали, должны показать, что они любят свой город, свой район, выходят, работают, прикладывают максимум усилия по чистоте, очистке своего города. В Гальском районе работают на высоком уровне. Все государственные организации, частные организации тоже участвуют в этом очень важном мероприятии. Сегодняшнее руководство Гальского района к этому относится на высоком политическом и в то же время нравственном уровне. В акции «Чистый город» приняли участие работники администрации, управление городского хозяйства, сотрудники МЧС, медперсонал центральной районной больницы, общественные организации, учащиеся школ и все неравнодушные жители города. Участники акции привели в порядок парки, центральные улицы, мосты, тротуары, переулки и все прилегающие территории организации. Сегодня по всему Гальскому району, везде в ЦРБ принимают большое участие в субботнике. Весь медперсонал вышел на субботник, весь город чистый, акция идет «Чистый Гал», так что у нас субботник проходит очень хорошо и в идеальном состоянии. Работниками коммунальных служб были покрашены мосты и бордеры. Под руководством учителей старшеклассники приняли самое активное участие в уборке тротуаров. Ребята, получив весь уборочный материал, не на шутку принялись с отделом. Они подметали, убирали мусор, собирали ветки и опавшие листья. Свой вклад в чистоту города внесли все те, кому он дорог. Такие акции должны стать общественной нормой. Если каждый житель внесет свою небольшую лепту в создании чистоты и наведения порядка, то, несомненно, наш край станет предметом гордости. Нам не должно быть стыдно за нашу страну, за наш город. Именно поэтому такие инициативы и акции нужно поддерживать и не стоять в стороне. Важно, чтобы мы понимали, как мы будем жить в чистоте или в грязи, зависит от нас. И сегодня своим примером это доказали участники акции, которые потрудились на славу. Только общими усилиями мы можем сделать наш район привлекательным, не только для гостей, но и самих жителей. Вместе мы можем и обязаны сделать наш город чище и краше, чтобы гордиться им не только по праздникам, но и каждый день. Анжела Убилава, Ника Гачава, Борис Цацуа, Кал ТВ Совершился последний этап механического сбора клопов. Насколько этот метод борьбы с сельскохозяйственным вредителем улучшит ситуацию в районе, покажет время. Об этом и дальнейших способов борьбы с вредителем смотрите репортаж прямо сейчас. Борьба с сельскохозяйственными вредителями в восточном районе Абхазии продолжается. На днях был завершен третий заключительный этап механического сбора мраморного клопа. Штаб, который был организован в Галском районе, в селе Шашиквара, работники управления сельского хозяйства и агроном Леришония принимали у жителей района собранных насекомых в полиэтиленовых пакетах, мешках, ведрах и бутылках, где в дальнейшем они были подвержены уничтожению. Стоит отметить, что многие жители района не сдают мраморных клопов, хотя и ведут активную борьбу с ними. Они собирают и уничтожают насекомых на месте. Начальник управления сельского хозяйства Томас Цвижба рассказал о том, как проходит заключительный этап по сбору мраморных клопов. Со вчерашнего дня мы уже выделили лекарство в район более 550 метров. После этого наши арендаторы, которые имеют орешники, до 5000 гектаров мы организовываем лечение авиации. Я думаю, что мы в этом году трехразовое лечение проведем в районе. И думаю, что будет достаточно для уничтожения мраморных клопов. Думаю, что в нашем районе будет в этом году, как мы организовывали раньше, в этом году 50-70% будет уничтожено именно мраморных клопов. Представитель Россельхознадзора Ставропольского края Владимир Песков сообщил, что на сегодняшний день проделана огромная работа, которая значительно сократит численность вредных насекомых. Мы приехали сегодня в Альский район, чтобы посмотреть и отмониторить коричнево-мраморного клопа и присутствовали при уничтожении последнего этапа сбора его на территории Альского района. И на сегодняшний день радует то, что уже в Альский район поступили инсектициды для борьбы с коричневым клопом. Поэтому уже бригады в количестве 100 бригад готовы для этого и приступают к работе на приусадебных участках. Мы будем ездить, мониторить, смотреть эффективность применяемых препаратом, наблюдать. И в дальнейшем будем применять меры или же будем смотреть на эффективность, какая эффективность от данных препаратов будет по клопу. Работникам сельского хозяйства и жителям района будут выделены пестициды для дальнейшей борьбы с мраморным клопом. В течение 10 дней будет продолжаться лечение приусадебных участках лекарственными препаратами, которые, несомненно, помогут хоть как-то нейтрализовать огромный урон, наносимый сельскому хозяйству мраморными клопами. Анжела Убилава, Ника Гачава, Гела Закарая, Гал ТВ Традиционный ежегодный концерт детской музыкальной школы прошел с огромным успехом в районном Доме культуры. Подобные культурные мероприятия прививают любовь к искусству и классической музыке. 3 мая в стенах Дома культуры города Гал состоялся концерт детской музыкальной школы, которая пропагандирует музыкальную культуру в городе, участвуя в разных конкурсах и концертах. Школа давно и тщательно готовилась к этому мероприятию и представила концертную программу, которая понравилась не только взрослым, но и детям. Молодые талантливые музыканты удивляли виртуозной игрой на фортепиано, исполняя разные известные классические произведения. Вечер начался с композиции «Галоп» Арама Хачатуряна в исполнении Нины и Кристины Гугохия. Совсем юные музыканты исполнили менее сложные произведения, в отличие от музыкантов старшей возрастной группы, которые продемонстрировали свое мастерство, исполняя более серьезные композиции. Музыкальное произведение стрэбока «Танец цветов» поразил невероятным звучанием в исполнении Меги Шунгелия. Участники мероприятия показали все, чему их научила музыкальная школа. Всех детей объединяет личностные качества, сильный волевой характер, ответственность и трудолюбие. Концертная программа состояла из 30 музыкальных и вокальных номеров. Ребята талантливо исполнили музыкальные композиции известнейших композиторов. В завершении концерта воспитанники музыкальной школы исполнили произведения «Ода музыки». Анжела Убилава, Илона Микава, Гела Закарая, КАЛ-ТВ Эфир продолжит новости спорта с Артемом Гаджарава. Приветствую всех любителей спорта. 21 апреля в Камчатке, в городе Петропавловске, прошел всероссийский турнир по дзюдо. В нем приняли участие спортсмены из Абхазии Акубардия Ипполит из города Гал и кремлян Андрей из города Сухум. Оба спортсмена заняли первое место. 28 апреля дзюдоисты из города Гал, Парацхелия Лука и Акубардия Ипполит будут готовиться на международный турнир, где будут принимать участие 28 стран Европы и Западной Азии. С 27 по 28 апреля в городе Москва прошел традиционный 9-й международный турнир по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей 2002-2004 года рождения. В турнире приняло участие более 500 участников, 49 команд из 8 стран мира – Армения, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Германия, Казахстан, Россия, в том числе и команды Республики Абхазия, которые представляли спортсмены комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум. Во всех весовых категориях турнира шла очень напряженная борьба, и дорога к призовым местам доходила порой через 7-9 схваток. В весовой категории до 46 килограмм, одержав 7 побед, первое место занял Акубардия Ипполит. Также Ипполит был награжден за лучшую технику. Приятно было слышать при награждении чемпиона гимн Республики Абхазия. 30 апреля в городе Санкт-Петербурге прошел международный турнир по дзюдо, где приняли участие двое наших спортсменов Акубардия Ипполит и Кварацхелия Лука. Спортсмены показали отличные результаты и заняли первое место. Спортсменов подготовил тренер по дзюдо и самбо Киланава Сулхан. В понедельник 30 апреля на центральном стадионе футбольного клуба «Самурзакан» состоялся матч между футбольным клубом «Самурзакан» и сухумским «Динамо», который завершился со счетом 1-1. Матч проходил в быстром темпе. Команды периодически атаковали друг друга. Один из таких атак в исполнении футбольного клуба «Самурзакан» дал результат, и хозяева вышли вперед. Но из-за ошибки галкипера галской команды в ворота был назначен 11-метровый удар, благодаря которому гости сравнали счет. Еще один матч между футбольным клубом «Самурзакан» и футбольным клубом «Верцаху» прошел на центральном стадионе города Гал. Первый тайм не выявил победителя и завершился со счетом 0-0. Однако второй тайм матча оказался результативным для команды «Самурзакан». Нападающий галской команды Георгий Анджапаридзе смог забить в ворота гостей два безответных матча и принес победу своей команде. Матч завершился со счетом 2-0. Долгожданная победа порадовала всех болельщиков командой, которые так активно болели и поддерживали свою команду. Первого и второго мая состоялись ответные матчи полуфинала в Лиге чемпионов УЕФА. За выход в финал сражались Реал-Бавария и Рома Ливерпуль. Невероятный по напряжению получился матч. Игра достойна финала Лиги чемпионов. С первой и до последней минуты команды играли без тормозов. На двоих забито 4 мяча и создано множество опасных моментов. Реал буквально вкатывается в финал. Бавария оказала достойное сопротивление. И кто знает, как сложились бы события, если бы Свен Уиллерих не пропустил досадный гол. Лига чемпионов получилась весьма зрелищной. Интрига была в каждом матче, а голы забивали самые разнообразные. Рома практически сделала невозможное второй раз, но пропустила необязательные голы. Ливерпуль хоть и проиграл в Риме, но стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира сыграет Мадридский Реал и Ливерпуль, который состоится в столице Украины – Киеве. На сегодня все. До новых встреч. И о погоде на предстоящую неделю. На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Абзия раз. Чки розо дюндат. Редактор субтитров А.Семкин